Библия говорит Здоровую привязанность и уметь отпускать детей Большой вопрос и для многих и многих родителей очень сложный вопрос Наверное, сердцевина этого вопроса или подхода, который поможет правильно сориентироваться в нем Лежит в правильном понимании вообще природы родительства Что значит быть родителем Очень интересно, люди воспринимают своих детей как свою собственную заслугу Как то, что им дано, что они имеют и что должно каким-то образом улучшить их жизнь Вот общее восприятие людьми такое Именно так, кстати, мир смотрит на это Мир смотрит на возможность иметь детей или возможность не иметь детей Именно с этой точки зрения Это мое тело, это моя способность репродуктивная И я вот хочу, имею, сколько хочу, столько имею детей И те, которые у меня есть Это вот, это вот то, что служит мне, моему интересу, моим жизненным, так скажем, целям, устремлением и так далее Библия совершенно по-другому представляет Библия представляет вопрос рождения детей как сотрудничество мужа и жены с Богом То есть, в момент, когда соединяется мужская клетка и женская, Бог вкладывает туда свой дух Душа появляется То есть, это трехстороннее сотрудничество И когда это происходит, то вот в данный момент Эти мужчина и женщина, этот муж и жена Они приобретают ответственность от Бога, который дал душу этому ребенку И это значит, что процесс рождения ребенка, процесс взращивания ребенка Это не только дело мужа и жены В этом всем есть Божий интерес Это можно представить, хотя несовершенная иллюстрация Но, наверное, слышал о том, ты слышал о том, что есть такие службы попечения Родительского попечения Когда дети остаются без родителей или на совсем, или на время И их помещают в какую-то семью И в этой семье, это временное Вот, их временно помещают в какую-то семью Так вот, в этом процессе государство имеет свой интерес Государство, которое разместило этого ребенка в семью Они приходят и проверяют, а как за этим ребенком смотрят Они приходят и у них есть определенные временные рамки А чему этот ребенок научился И какое его состояние здоровья Как он развивается и так далее То есть, вот есть ответственность этих родителей Перед государством за того ребенка Которое государство дало им на время Вот что-то подобное происходит в семье Господь дает вам человечка И дает его на время вам Не навсегда Он дает его на время с тем, чтобы вы привели его ко Христу И чтобы вы вырастили его И чтобы вы посвятили его Господу И когда мы говорим о привязанности к детям Вот это здоровая привязанность к детям Когда ты понимаешь, что он Господу принадлежит И ты понимаешь, что твоя задача не к юбке его привязать А взрастить самостоятельной личности А это значит, что тебе по мере того, как ребенок растет Нужно меньше его контролировать И больше давать ему возможность принимать самостоятельные решения И нести за них ответственность Последствия пожинать Это нужно начинать в тех сферах, где это будет безопасно Возьми, помой посуду Вот он моет посуду И он не может так хорошо сделать, как мама с папой Вот Но ты даешь ему возможность учиться Ты даешь возможность самому это делать То есть вот такие вещи, которые Они не будут нести больших негативных последствий Ребенок учится, и он делает это все лучше и лучше Вот примерно как в американской системе вождения автомобиля Есть такой принцип, когда ребенку разрешают Разрешают, по-моему, с 15 лет, если я не ошибаюсь Или с 15 с половиной Иметь права разрешают, но Но только когда родители рядом сидят в машине То есть это как бы еще не полные права Пермит, кажется, это называется То есть у него есть возможность уже учиться управлять автомобилем Но сам он еще не может ездить В темное время суток не может ездить Он не может ездить с кем-то, кто не имеет права Или еще ребенок То есть он может ездить только со взрослым человеком Который имеет права уже достаточно долго И может контролировать, подсказывать ему Как он ведет автомобиль Вот что-то подобное происходит при росте ребенка Ребенок формируется, он становится личностью И здесь ни в коем случае нельзя задавить его Самому решая все вопросы за него Ему нужно учить принимать решения Потому что в этом-то и суть личности Он всю свою жизнь будет принимать решения И наша привилегия, не только задача А привилегия научить его правильно принимать решения И когда вот такой подход Когда я понимаю, что это от Господа Я делаю это ради Бога Я делаю это для Бога Чтобы этот ребенок мог быть посвящен Господу И это личность, которую я должен помочь взрастить Вот если эти два обстоятельства помнить То результат будет добрый Хороший пример это Анна Которая очень хорошо понимала, что ребенок дан от Бога Совершенно верно И для целей, чтобы Богу служил И она его отдала Не знаю, как легко ли это было Наверное, нелегко Наверное, нелегко Спасибо, Алексей Алексеевич Слава Богу Брагоценное Мы очень рады, что вы были сегодня с нами Если вы еще не подписались на наш канал Пожалуйста, подпишитесь Можете даже нажать колокольчик Чтобы получать извещение о всех наших новых передачах На сегодня все Храню вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...